Лимфоидные глоточные кольца Для МР-оценки доступны только 6 основных миндалин, 2 парные и 2 непарные По топографии 2 трубные миндалины и язычная миндалина, простите, глоточная миндалина Они относятся к верхнему отделу глотки, к носоглотке И 2 нёбные миндалины и язычная миндалина относятся к средним отделам глотки, ротоглотки Таким образом формируется замыкающее иммунное кольцо Как же это выглядит на МР-изображениях? Глоточная миндалина локализуется в области заднего свода носоглотки, срединно расположенной однородной структурой образования Трубные миндалины Парный орган, который локализуется в области трубных валиков, слуховых труб, рядом с глоточным карманом Хорошо визуализируется на аксиальных изображениях Язычная миндалина Это непарная миндалина, локализующаяся в области корня языка, примыкающая к язычной поверхности надгортанника И может выполнять язычные волекулы Нёбные миндалины парные Локализуются по боковым стенкам ротоглотки в тенделярных нишах И, как все миндалины лимфоидного глоточного кольца, это очень хорошо кровоснабжаемый орган И в контрастную фазу характеризуется очень высоким накоплением контрастного препарата Глоточная миндалина Наиболее частая встречающаяся патология – это гиперплазия глоточной миндалины Первая степень – это когда разросшаяся глоточная миндалина закрывает лишь верхнюю часть сошника или высоты носовых ходов Вторая степень – когда глоточная миндалина закрывает две трети сошника Третья степень – когда выполняется практически весь сошник И ряд авторов выделяет четвертую степень – когда полностью обтурируются просветы хаан Вот как раз мы видим им разображение Увеличенная глоточная миндалина закрывает на две трети просвет носоглотки, соприкасается с сошником, структура миндалины гомогенная, выявляется такая вот бугристая неровная поверхность, обусловленная многочисленными аденоидными разрастаниями. Чаще всего регистрируется такое состояние у детей, и у них также можно увидеть такое состояние, как увеличение размеров латеральных ретрофарингеальных лимфоузлов, так называемых лимфоузлов Ривьера. Они не увеличены в размерах до сантиметра гомогенной структуры без наличия каких-либо включений и явлений отека. Также еще при таком состоянии встречается обтурационный антрацеллюлит. В чем же как раз патогенез этого состояния? Слуховая труба в норме должна выравнивать градиент давления между барабанной полостью ячейка месосевидного отростка и полостью глотки. При увеличении глоточной миндалины аденоидной вегетации компримирует слуховую трубу, возникает изменение градиента давления, застой жидкости и, как следствие, отек слизистой оболочки и воспаление. Как раз у данного пациента увеличенная глоточная миндалина компримирует глоточные отделы труб, и мы видим заполненные частично сирозным содержимым ячейки ссоцевидных отростков и возникновение отека слизистой оболочки. Также в глоточных миндалинах часто возникают ретенционные кисты, как следствие частых воспалительных изменений при закупорке желез. Секрет желез накапливается и формируются либо мелкие кисты, которые могут занимать весь объем миндалины, либо группа достаточно крупных кист, располагающихся в латеральных отделах миндалины, заполненные однородным сирозным содержимым. В контрастную фазу такие кисты характеризуются накоплением контрастного препарата по стенке, окружающие мягкие ткани без каких-либо признаков реактивного отека. Эта величина непостоянная, при одном исследовании мы можем ее увидеть, затем такие кисты вскрываются, изливается их содержимое в полость глотки и при следующих исследованиях мы уже можем их не увидеть. Не стоит путать такое состояние с кистой Торнольда или фарингеальной борсой. Это разументарный поверхностный карман эмбриональной хорды верхнего констриктора глотки. Эта киста всегда будет располагаться по средней линии, она величина постоянная, то есть на протяжении жизни мы будем ее видеть постоянно. Четкая черченая киста, заполненная серозным содержимым, в контрастную фазу по стенкам кисты видим активное накопление контрастного препарата. Такие кисты часто воспаляются, могут вызывать болезненные ощущения в области заднего носоглотки. И мы как раз видим увеличение этой кисты в размерах, снижение интенсивности МР-сигнала от нее на Т2-взвешенных изображениях, повышение интенсивности сигнала на Т1-взвешенных изображениях за счет примеси муцина. И в контрастную фазу мы видим накопление контрастного препарата не только по стенкам кисты, но и реактивный отек окружающих мягких тканей, и также повышенное накопление контрастного препарата. Поражение глоточной миндалины при излокачественной лимфоме. Чаще всего встречается у детей. Мы также видим увеличенную глоточную миндалину, которая выполняет практически весь просвет носоглотки. Структура ее достаточно однородная, гомогенная. Мы видим соприкосновение с сошником. Визуализируется неизмененная слизистая оболочка. Мы можем ее проследить на всем протяжении. И в контрастную фазу обращает на себя внимание сниженное накопление контрастного препарата, что как раз очень характерно для лимфом. Контуры этой миндалины ровные, четкие, аденоидной вегетации отсутствуют. Ну и в довершение у этого пациента имеется группа увеличенных надключичных лимфоузлов, очень характерных для лимфопролиферативного заболевания. Крупные, четко очерченные, соленого строения, без тенденции к слиянию. Рак на соглотке. Чаще всего это раки, ассоциированные с вирусом Эпштейна-Барб, более 90% случаев. Мы видим, что миндалина увеличена в размерах. Контуры ее нечеткие, за счет наличия инфильтрации окружающих мягких тканей. Выявляется язвенный дефект, и контур слизистой оболочки миндалины проследить не представляется возможным. Также выявляется увеличенный ретрофарингеальный лимфоузел с левой стороны. Структура его неоднородная за счет жидкостных включений, обусловленных зонами некроза, что очень характерно для плоскоклеточных раков. Такого же характера лимфоузлы мы визуализируем по боковым поверхностям шеи. Лимфоузлы от 2 до 4 уровня, также неоднородные, с многочисленными зонами некроза. Это как раз очень характерно для опухоли носоглотки. Сравнительно небольшая первичная опухоль, которая приводит к поражению вот такому массивному лимфатических узлов шеи. Небные миндалины очень хорошо доступны для визуального осмотра. Размеры их очень вариабельны. Они могут располагаться за небными дужками и быть практически невидными при осмотре. И могут также практически смыкаться при наличии гипертрофии. Поверхность миндалины всегда будет неровная. Обусловлено это тем, что в миндалине есть очень много крипт, которые уходят далеко вглубь органа. И в общей сложности вся слизистая оболочка этих крипт составляет порядка 300 квадратных сантиметров. Наиболее часто встречающаяся патология небных миндалин это тонзилит. Мы видим симметричное увеличение размеров миндалин, повышение интенсивности сигнала от них на Т2-взвешенных изображениях за счет отека. Мы видим увеличенный реактивно-шейно-лимфатический узел. Несмотря на большие размеры, дифференцировка жировых ворот лимфоузла прослеживается очень отчетливо. И в контрастную фазу мы можем хорошо проследить линейный рисунок крипт. Этот рисунок мы видим в 90-95% случаев. Это уже совсем должно быть низкое качество полученных изображений, чтобы мы не могли их проследить. Поэтому всегда нужно стараться их оценить для того, чтобы понять, какой характер изменений миндалин происходит. Ретенционные кисты миндалины также возникают нередко на фоне хронических воспалительных заболеваний. У данной пациентки локализуется в верхнем полюсе небной миндалины справа. Мы видим накопление контрастного препарата только по стенкам кисты. Признаков отека здесь нет. Точно так же эти кисты могут вскрываться, и при последующих исследованиях мы можем их больше не увидеть. Совсем другая ситуация в этом случае, когда мы видим некое образование, но не в структуре миндалины, а латеральнее нее, парофарингеальном пространстве. Выявляется деформация просвета ротоглотки за счет масс-эффекта. Мы видим массивный отек окружающих мягких тканей, жировой клетчатки, ретро- и парофарингеального пространства, как реакцию на протекающий воспалительный процесс. Увеличенный лимфатический узел характеризуется повышенным эморсигналом за счет явления отека, но, тем не менее, несмотря на его размеры и отек, жировые ворота дифференцируются очень отчетливо. Контрастную фазу накопления контрастного препарата неоднородное. Выявляются авоскулярные зоны в центре, обусловленные скоплением гноя. Паратенделярный абсцесс. Добавок здесь имеется и анамнез, это выраженный резкий болевой синдром и лихорадка. Поражение небной миндалины при лимфопролиферативном заболевании. Очень хороший, красивый, наглядный случай. Мы видим поражение, увеличение миндалины только с одной стороны. Чаще всего это все-таки монолатеральное поражение. Визуализируется линейный рисунок крипт только в задних отделах миндалины. Передние отделы миндалины гомогенные, с однородной структурой за счет преобладания лимфоидной ткани. Крипты не прослеживаются. Увеличенный лимфатический узел без признаков отека и область жировых ворот сглажена. В контрастную фазу мы четко прослеживаем контур слизистой оболочки миндалины. Она не изменена. И линейный рисунок крипт, так хорошо прослеживаемый в контролатеральной миндалине, здесь дифференцируется только в задних отделах. В таком случае диагноз не вызывает сомнений. Не могу не остановиться на статистике по заболеваемости плоскоклеточным раком головы и шеи, когда перехожу к опухоли небных миндалин. Поскольку здесь мировая статистика неутешительная, отмечаются значительные темпы роста этого заболевания. Связано это с HPV-ассоциацией опухолей. Мы видим, что относительно небольшие темпы роста орофорингеальной зоны обусловлены как раз именно высокими темпами роста HPV-ассоциированных раков, связанных со штаммом P16. В то время как HPV-негативные раки, их количество снижается. И рост настолько велик, что опухоли орофорингеальной зоны уже обгоняют такого бессловно лидера, как опухоли шейки матки. И по прогнозам, к 2030 году считается, что более 50% случаев рака головы и шеи будет связано с вирусом пепелома человека и ломает все наши стереотипы относительно хабитуса таких пациентов. Если до этого мы рассчитывали, что пациент будет снижен социального уровня, это люди со склонностью к алкоголизму и выраженное табакокурение, в настоящее время типичный больной с орофорингеальным плоскоклеточным раком, ассоциированным с вирусом пепелома человека, это некурящий мужчина европеоидной расы средних лет с высоким социально-экономическим статусом, имеющий несколько половых партнеров, как правило, более четырех. Как раз опухоль нюбных миндалин, несмотря на то, что миндалины не увеличены в размерах, они симметричны, мы видим появление кратерообразного язвенного дефекта в структуре миндалины, и в контрастную фазу линейный рисунок крипт в этой миндалине не прослеживается. Также имеются и псилатеральные пораженные лимфатические узлы 2-3 уровней. При таких вот ситуациях Т4 здесь диагноз вообще не вызывает сомнений, когда мы видим значительное увеличение в размерах миндалины, инфильтрацию паратенделярной жировой клетчатки, инфильтрацию корней языка, переход процесса на мягкое небо, контрлатеральную миндалину и огромные конгломераты лимфатических узлов с зонами центрального некроза, за счет, ну, что характерно для плоскоклеточных раков. Такие ситуации бывают не всегда. Как раз вот то, что до этого говорила Анна Сергеевна, HPV ассоцированные раки, у них тропность к слизистой оболочке как раз скрипт, который недоступен визуальному осмотру. Классический пример. У пациента секундарное поражение шейных лимфоузлов при опухоли невыясненной первичной локализации. Пациенту была выполнена эксцезионная биопсия, мы видим, после операционной рубец, поэтому оставшиеся лимфоузлы не очень крупные, но тем не менее мы их видим. И при поиске первичной опухоли мы обращаем внимание на то, что в латеральных отделах правой необноминдальной выявляется участок измененного МР-сигнала, на фоне которого линейный рисунок крипт не прослеживается. Контрастную фазу накопления контрастного препарата здесь снижено, и точно так же то, что мы видим в контролатеральноминдальной крипте, здесь они не прослеживаются. Как раз в таких ситуациях нужно быть очень внимательным при поиске первичного очага, особенно если гистологи нам дают HPV-ассоциацию при эксцезионной биопсии лимфоузлов. Это зона повышенного интереса, повышенного внимания диагноста. Язычная миндалина. Наиболее частая ситуация – это векарная гипертрофия миндалины. Пациенты обращаются с чувством инородного тела в горле, постоянное поперхивание, им все время там что-то мешает, скребет заднюю стенку глотки. Мы видим свободные тонтиллярные ниши, состояние после двухсторонней тонтилоктомии. Нет даже остаточной лимфоидной ткани удаленных нюбных миндалин. Язычная миндалина увеличена в размерах, достаточно однородной структуры. Контуры ее четкие, что хорошо видно на импульсных последовательностях с функцией жироподавления. Мы видим, что прилежащие отделы корней языка с четким контуром мышцы не изменены, выявляется девиация антгортаника кзади. Также мы видим, что в структуре миндалины ее органная архитектоника сохранена, присутствуют мелкие ретенционные кисты, что говорит о том, что здесь никакого поражения миндалины нет, и скорее всего наступила векарная гипертрофия на фоне удаленных нюбных миндалин. Контрастную фазу, редкая ситуация, когда в увеличенной миндалине мы также можем увидеть линейный рисунок крипт, так характерный для нюбных миндалин. В этой миндалине также присутствуют ретенционные кисты, могут занимать практически весь объем миндалины, могут иметь срединное расположение в контрастную фазу, накопление контрастного препарата в их проекции не отмечается. Поражение язычной миндалины при лимфопроверативном заболевании. Здесь очень важен анамнез. Мы видим у пациента очень больших размеров язычную миндалину, которая полностью обтурирует просвет рота и гортана глотки, значительно отклоняет над гортаней кзади. Тем не менее, у пациента жалобы на незначительное поперхивание. Следовательно, мы делаем вывод, что это образование очень эластично, что крайне не характерно для рака корня языка, поскольку раки не всегда ригидные, всегда плотные опухоли. Мы видим, что контуры миндалины четкие, ровные, прилежащие мышечные структуры языка и дна полости рта в процесс не вовлечены. Визуализируется группа увеличенных шейных лимфоузлов, структура их абсолютно гомогенная, однородная, нет тенденции к слиянию в конгломераты, нет участков центрального некроза. Жировые ворота также не дифференцируются. В таком ситуации диагноз достаточно ясен. Рак язычной миндалины, как раз то, что я говорила, ригидная опухоль больших размеров, всегда вызывает болевой синдром, как правило, при глотании. Очень часто эти опухоли изъязляются, что приводит к риску эрозивных кровотечений и возможной гибели даже пациента на фоне них. Мы видим, что контуры миндалины нечеткие, имеется инфильтрация прилежащих мышц и языка, и дна полости рта, и визуализируемые увеличенные лимфатические узлы имеют неоднородную структуру за счет многочисленных жидкостных включений, обусловленных зонами некроза. В заключение хотелось бы сказать, что несмотря на всю кажущуюся однообразность, неотличаемость друг от друга изображений миндалин, на самом деле надеемся, что нам удалось показать вам те маячки, следуя которым можно отличить одно состояние от другого и прийти к правильному диагнозу. Спасибо за внимание.